Братья и сестры, кто имеет на руках Слово Божие, Библию, откроем вместе со мною первое послание апостола Петра. Первое послание апостола Петра, первая глава. Прочитаем три текста, 17, 18 и 19 стихи. И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Желание моего сердца сегодня говорить, обратить наше внимание на этот последний стих, который мы прочитали, на драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Знаете, драгоценность, она определяется не только стоимостью, драгоценность, она определяется еще и необходимостью. Знаете, драгоценным, может быть, многие вещи, которые ценны нам, то, чему мы придаем большое значение. Может быть, это наше украшение, может быть, кольца, какие-то бриллианты. Знаете, для многих людей есть вещи, которым они готовы отдать все для того, чтобы приобрести, и когда они приобретают, они ценят этим, они дорожат этим, и для них большей цены нету для этого. Вот здесь апостол Петр говорит, что в жизни человека должно быть драгоценным не только то, чем мы обладаем, но и время. Время, которым мы распоряжаемся, оно имеет такую же ценность, оно имеет такую же дорогую цену, потому что с возраста мы понимаем, как быстро дни летят. Недавно был молодым, а сегодня уже старый. Недавно только пошел в школу, а сегодня уже закончил университет. Как время быстро летит. И апостол Петр здесь также говорит, что если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит, то со страхом проводите время странствования вашего. Знаете, при нужде, тогда, когда есть нужда, тогда, когда обстоятельства загоняют нас в какие-то условия, может быть драгоценным то, что в обычное время, в обычные дни, может быть, жизни нашей, при обычных обстоятельствах оно не имеет цены, не имеет ценности. Может быть, старшее поколение помнит те времена, когда мы жили там, в бывшем Советском Союзе, когда за одну копейку можно было купить коробку спичек, за 10 копеек можно было купить пачку соли. Знаете, оно не имело ценности в то время. Но проходят времена, или, может быть, тогда, когда человек попадает в такие обстоятельства, где он готов отдать для того, чтобы приобрести какое-то тепло, огонь, создать, а ничего нет. В старые времена мы читаем, что люди отдавали им деньги, большие деньги, для того, чтобы приобрести соль, ее не было. То есть зависимости от условий жизни и ценности меняются. Что же самое дорогое в жизни нашей, в нашей жизни, то есть в нашем бытие, в нашем человеческом? И мы понимаем, что самое ценное – это наша жизнь, за которую мы и держимся здесь, на земле. Я думаю, что не каждый человек и никто не хочет просто уйти из жизни так вот, ну ладно, надоело мне жить, я ухожу. Каждый человек как-то старается держаться, любыми силами держаться для того, чтобы сохранить свою жизнь. Вот был такой момент, мы читаем это в книге Иова, когда сатана пристал пред Богом, был диалог между ними, был разговор, и такие слова говорит сатана. В ответ сатана говорит Господу и сказал, что кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что имеет. То есть за жизнь человек держится так, как можно сильнее. И в Иове мы читаем, что Иов потерял все и держался за жизнь, за свою, за которую Господь подарил каждому человеку, в том числе и ему. И тогда, когда мы смотрим, что же является самым жизненно важным в человеке при его жизни, и мы находим, что это кровь, кровь, без которой человек практически не может существовать. Сегодня есть какие-то заменители, тогда, когда человеку нужно влить, дополнить количество крови. Но заметьте одно, что при большой потере крови она несет смерть. Тогда, когда человек теряет огромное количество крови, он умирает. И что нужно человеку, тому, который потерял кровь, тому, который лишился крови при каких-то обстоятельствах? Богатство, может быть, золото, может быть, какие-то драгоценности, может быть, нужно пригласить врача, который знает, что нужно сделать, может быть, что-то еще? Я думаю, что нет. Не в этом суть заключается. Нужен донор. Донор тот, который имеет кровь группы, которую имеет человек погибающий, умирающий, который лишился крови. Нужен донор, который может поделиться с ним, который может дать часть ему, восстановить то, утраченное у человека. Знаете, сегодня человечество, оно гибнет. И оно гибнет не от того, что теряет кровь, а от того, что человек погружен во грехе. Теряет право на вечность. Теряет право на бытие, которое Бог каждому человеку обещает дать даром, если человек принимает жертву Иисуса Христа. Но для того, чтобы не погибнуть, нужна опять кровь. Нужна кровь, которая дает человеку право войти в жизнь вечную. Человечество спасается посредством крови и только крови. Если мы посмотрим в Ветхом Завете и прочитаем из книги «Исход» с 12 главы, 22-23 стихи, мы увидим, что принесло жизнь и уберегло от смерти людей, которые подверглись в то время, которые находились в тех обстоятельствах в Египте. И нам было сказано Моисею, Богом, скажи народу так, и возьмите, это 22 стих и 23 стихи 12 главы «Исход», и возьмите пучок из сопа, и обмакните в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладины и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы никто не выходите за двери дома своего до утра, и пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в дом, в домы ваши для поражения. Сила крови. Какой она имеет силу? Господь говорит, просто и ясно, там, где не будет крови на перекладине и на косяках, там будет смерть. Знаете, сегодня человек готов был бы убить тысячи животных, принести в жертву что угодно, для того, чтобы найти ту кровь, которая бы могла продлить его жизнь, которая дала бы ему уверенность войти в жизнь вечную. И автор послания евреям, он говорит такие слова удивительные, 7 глава, 27 стих. Он говорит о первосвященнике, которому не нужно снова входить ежедневно с жертвами, для того, чтобы принести кровь, пролить кровь животного, для того, чтобы оправдать грехи человека, который несет на себе, чтобы освободить его от этого. И он говорит, который не имеет нужды, то есть он имеет в виду Христа ежедневно, как те первосвященники приносить жертвы, сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Была пролита кровь, была пролита драгоценная кровь для того, чтобы священник не входил каждый день и не убивал животное, которого проливалась кровь. Знаете, драгоценность крови человека, в чем она важность, драгоценность нашей крови, которая в нас течет? Знаете, сам человек, Божье творение настолько уникальное, и Бог сделал так, что без крови человек не может жить. Она несет всему жизнь. Посмотрите, она питает кислородом каждую клетку, неся жизнь каждому человеку в теле его. Она несет пищу каждой этой клетки, она очищает организм от всяких шлаков для того, чтобы возобновить нормальную жизнь в человеке. Она защищает от всех болезней. Это кровь. Кровь в нормальном человеке, которая протекает, струится в наших венах для того, чтобы нести нам жизнь. Но когда мы смотрим на кровь Иисуса Христа и смотрим ее как драгоценность, то мы понимаем, что она заключается в том, что только через нее, верою, грешник получает жизнь в Боге. Только через веру в Иисуса Христа, через пролитую кровь, в драгоценную кровь, о которой сегодня мы говорим, грешник получает жизнь в Боге. Обновляется жизнь Его. Иоанн в первом своем послании, в 4 главе, 9 стихом, пишет так. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него, через драгоценность пролитой крови. Только кровь Христа дает право Духу Святому в течение всей жизни нашей освобождать человека от греха». Только кровь Святая дает право Духу Святому в жизни нашей научать человека. Посмотрите на человека, который приходит в мир, с мира в церковь. То, о чем сегодня мы говорим, для него это такой абсурд. Для него непонятно, о чем вообще мы говорим, о какой крови. Но Дух Святой открывает тогда, когда человек приходит к Господу, омывается кровью Христа. И Дух Святой открывает истины, открывает благодать Божью, открывает путь ко спасению. Да, кровь Христа, драгоценная кровь Христа, она дает право Духу Святому, чтобы работать в каждом человеке. Кровь Христа, она защищает нас тогда, когда человек впадает в какие-то преступления пред Богом. Она защищает нас от греховных болезней. Кровь Христа, когда мы приходим снова под струю Голгофского креста, то мы находим освобождение от того, что тяготит нас в жизни, от того, что гнетет нас. Это дает кровь Христа. В чем ее еще драгоценность? В чем она драгоценность сегодня для каждого человека, для нас? Она освобождает совесть нашу, совесть нашу от угрызения. Ведь часто тогда, когда мы впадаем в какие-то преступления пред Богом, как совесть мучит нас. Мы понимаем и сознаем, братья и сестры, что что-то не так. И нам нужно освобождение. И кровь Иисуса Христа, она дает нам освобождение. Об этом мы читаем, опять-таки, у евреев в 9 главе, 14 стихе. Евреям, 9, 14. То коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес Себя, непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Кровь Христа очистит совесть нашу для служения Богу живому и истинному. Кровь Христа сегодня, она дает надежду на вечную жизнь. Иоанн пишет, имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную. Кровь Христа, ценно сегодня для нас, она облекает всякого приходящего к Господу в одежды праведности. В Откровении удивительные слова Иоанн записал. «И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Знаете, братья и сестры, я думаю, что не только в жизни нашей сейчас кровь Христа имеет ценность и драгоценность, то, чему мы отдаем сегодня особое внимание. Но я думаю, что драгоценность крови Христа, она останется и в будущем. Оно останется и в будущем, в сознании нашем, в памяти нашей. Потому что в воскресенье ценность ей еще более оценится. Знаете, как будут ей дорожить те, которые имели ее на себе, те, которые пользовались кровью Иисуса Христа для того, чтобы освободиться. Как будут в ней многие нуждаться те, которые не имели ее, если мы смотрим на ту притчу о десяти девах. Те, которые имели, не могли поделиться с теми, которые не имели. Я думаю, что в вечности мы оценим еще больше драгоценность крови Иисуса Христа. Пусть Господь благословит нас иметь на себе ее действие, иметь на себе ее всегда, для того, чтобы не потерять ценности при нашей жизни, для того, чтобы благодарными быть и еще более возблагодарить Бога за драгоценность крови Иисуса Христа, о которой мы сегодня говорим. Пусть имя Его прославится, пусть Ему будет честь и слава в сегодняшнем воспоминании, страдании Его, в драгоценности Его крови. Аминь. Помолимся. Продолжение следует...